Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО. Егор, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Егор, ну что же, Стен, Йенсен уже оправдался за свое высказывание, сказал, что он не должен был так говорить, но, тем не менее, он это произнес, и мы все-таки считаем своим долгом эту тему обсудить и действительно расставить все точки над «и» и для наших зрителей во всем мире в том числе. Так вот, как вы считаете, что могло стать поводом для Йенсена вообще произнести вот такую идею вслух, да еще и на такую широкую аудиторию? Вы знаете, на самом деле он ничего нового не сказал, и вот такие подобные предложения или обсуждения я слышу лично уже несколько месяцев, и в частности на полях, скажем так, парламентской ассамблеи НАТО, в том числе от некоторых наших партнеров, которые говорили о том, что, может быть, стоит рассмотреть формат, например, вхождения Германии 55-го года в состав НАТО, когда зашла только часть Германии, но нужно понимать, что это все-таки несопоставимые вещи, и тогда было действительно две Германии с двумя разными правительствами, с двумя разными режимами, и, что самое важное, ни одна, ни другая Германия не претендовали на завоевание друг друга. У нас же сейчас есть претензии, война, горячая фаза, нет никаких оснований говорить о том, что Россия завтра уйдет с этих территорий, поэтому это несопоставимая вещь, и мы тогда еще отбрасывали подобное заявление или подобное предложение, или подобное даже обсуждение, как несостоятельное и невозможное. Мы не торгуем своими территориями, и мы не будем отказываться ни от каких-либо территорий ради того, чтобы вступить в НАТО, и Украина должна войти в НАТО в границах 91-го года. Точка. Смотрите, позиция Украины понятна, но вот когда я посмотрел на эту историю, да, от господина Йенсена, да, но вот как вы считаете, это, как он сказал, ошибка, да, или это просто, знаете, вот такая целенаправленная была история, чтобы прозондировать почву. Потому что если, ну, грубо говоря, глава кабинета Столтенберга, да, но он как бы, да, канцелярию возглавляет Столтенберга, говорит это даже если вскользь, да, и говорит не о том, что вот мы так думаем, не, он сказал о том, что вот ходят такие разговоры между определенными представителями альянса, о том, что это мог бы быть вот таким вариантом, да, ну, понятно, как он это сказал, но вопрос для чего? Может ли это быть, как говорил глава СНБО Алексей Данилов, определенным, как он, он не сказал, для чего такие вбросы? Но может ли быть это вбросом специальным для того, чтобы, ну, прощупать реакцию, прощупать почву? Тут нужно тогда задать вопрос, реакцию кого? Украины много и, в принципе, всегда говорил о том, что наша цель – освобождение всех территорий. Прощупать реакцию, и мы это говорили прямо, и мы это повторяем, и никакой другой реакции, я думаю, что не стоило ожидать от Украины. Прощупать реакцию Российской Федерации, ну, это тоже достаточно глупо, потому что не имея каких-то непубличных, скажем так, каналов коммуникации и не прощупав это изначально, выбрасывать то, что вряд ли будет принято, и даже Российской Федерации, мне тоже кажется достаточно глупым. Ну, потому что Российскую Федерацию, мне кажется, тоже не устроит такая позиция, потому что изначальные цели так называемого СВО были не допустить Украину в НАТО, ну, как они публично об этом говорили. Понятно, что изначальные цели были захватить Украину, но публично они это оправдывали тем, что вот НАТО подбирается к границам Российской Федерации. Поэтому сказать, что это какой-то был пробный шар, мне сложно, никакой другой реакции, мне кажется, рассчитывать не стоило. А вот мне кажется, что все-таки это больше трансляция того, что обсуждается в кулуарах. Вот где-то такие мысли или такие обсуждения курсируют, но вот где-то пока не на официальном уровне. Я нашим зрителям предложу еще одну реакцию услышать по этому поводу. Не оставил без внимания заявление Стена Йенсена и Алексей Данилов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире национального марафона «Еды не новыны» назвал высказывание возможности членства Украины в Альянсин в обмен на отказ от оккупированных России территорий странным вбросом. И он добавил, что нам свое делать нужно. Украина и дальше будет изгонять врага со своей территории. Услышим цитату и продолжим обсуждение темы. Ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания. Конечно, можно давать советы. Сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, как по мне. Имею в виду заявление одного из клерков НАТО, который заявил, что нам надо рассматривать вопрос уступок относительно наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире марафона «Еды не новыны». По поводу вброс-невброс вы уже высказались. А я хочу узнать ваше мнение по поводу того, каким образом мы можем воспользоваться этой оговоркой, либо же вбросом, смотря что это было, с точки зрения украинской дипломатии. Можем ли мы, пользуясь этой историей, еще раз делать акцент о том, что если будет больше уровень поддержки со стороны наших партнеров, к примеру, то не будет надобности даже думать о таком и произносить в куларах, либо во всеуслышание, потому что вооруженные силы Украины достаточно эффективно справляются с тем вооружением, которое нам предоставляют партнеры. И сейчас речь о том, что его необходимо больше на данном этапе военных действий. Это наша позиция с первых дней войны. Дайте оружие. Знаете, как президент Зеленский сказал, мне нужно оружие, а не такси. Нам нужно оружие, а не какие-то вбросы, переговоры и торговля территориями. Более того, мне кажется, что подобные заявления они ведь ослабляют и Альянс, показывая, девальвируя, по большому счету, их ценности и их сил. Потому что Альянс говорит о том, что это сильный военно-политический блок, который будет защищать ценности демократии, территориальную целостность, опять-таки, Альянса. И тут он говорит, что окей, возможно, нам, вернее, не нам, а Украине, нужно рассмотреть вариант обмена территорий на членство в НАТО. Но это судеты 1938 года. Это попытка договориться с диктатором, который не приведет ни к чему, кроме как к новой кровопролитной войне. И нужно, мне кажется, учить уроки истории и не повторять их. И вот такие заявления, они как раз-таки не на руку НАТО, но при этом Российская Федерация ведь тоже читает это все, тоже воспринимает, тоже считывает то, что НАТО как-то готово что-то, о чем-то договариваться, даже не по поводу ее территории, а по поводу территории Украины, что является нонсенсом на самом деле. Поэтому мы свое дело делаем. И мы, конечно же, выбиваем и больше оружия, и боеприпасов, и показываем на поле боя, что мы способны выбить Российскую Федерацию. И я надеюсь, что наши партнеры точно так же это видят и верят в вооруженные силы Украины. Егор, а в целом, да, мы видим эти заявления, эти позиции, которые озвучивают представители официального Киева. Но если мы говорим о реакции Украины, да, как государства, которые сейчас пребывают вот под этой агрессией Российской Федерации, ничем не спривоцированной, каковы должны быть наши шаги в ответ, кроме заявлений о неабсолютной, знаете, непригодности подобных подходов? Да, наши шаги в ответ, они, в общем-то, и видны, и постоянно делаются. И последний пример того, как объединять вокруг себя и вокруг идей и нашего видения мира, это встреча в Джинде, в Саудовской Аравии. И мы там абсолютно четко донесли свою позицию уже не только нашим западным партнерам, но и представителям глобального юга. И мы сошлись со всеми представителями, которые там были, о том, что территориальная целостность и суверенитет – это база для дальнейших мирных переговоров. И мы точно не будем отказываться от своих территорий. И с этим согласились даже те партнеры или союзники Российской Федерации, которые сегодня входят в блок БРИКС, например, или с которыми заигрывает Российская Федерация на африканском континенте. Поэтому мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы объединить вокруг этих позиций и вокруг формулы мира президента Зеленского вокруг территориальной целостности, восстановления полной территориальной целостности в границах 1991 года не только западная демократия, но и весь мир. И нам это удается. И также интересно ваше мнение по поводу того, что ведь партнеры Украины все-таки достаточно эффективно стараются помогать Украине и произносят также то, что они с Украины до конца, до победы и так далее. И вот насколько подобные заявления могут или должны были бы, по крайней мере, раздражать партнеров Украины, которые также поддерживают, ведь действительно те страны, которые уверены в победе Украины, в том, что Украина должна победить, могут расценивать подобные предложения или просто идеи, как несколько вбросы в их сторону? Ну, опять-таки, мы видим консолидированную позицию всех наших партнеров по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета. И тут других прочтений нет на официальном уровне и не может быть. То, что говорят клерки НАТО, опять-таки, потом опровергая свою позицию и говоря, что это была его личная позиция, мне кажется, не стоит рассматривать как официальную позицию, на которую нужно реагировать странам. Хотя вот уже сам Альянс отреагировал и высказал свою позицию по этому поводу. Вообще, Егор, знаете, я вас хотел бы спросить не столь по этому заявлению, этой позиции, перспективы членства НАТО в обмен или же в место, или как-то вот так договориться, посмотреть, расценить вот эти все возможные предложения. Ну, а, знаете, вот вопрос такой, а как вы вообще оцениваете то, что в принципе, в Норвегии обсуждался в целом на этой встрече, официальной, полуофициальной, да, вот, в принципе, вопрос о евро-атлантической интеграции Украины, что было бы, возможно, не то, чтобы немыслимо, но маловероятно еще определенное время назад. А тут страны уже обсуждают то, да, какой должна быть эта схема, не схема, да, вот история Украины в присоединении к Альянсам, будь то северо-атлантический или же такой союз, как тот же европейский проект. Вы знаете, вот за неоправданными, скажем так, ожиданиями приглашения, отсутствие приглашения Украины в НАТО в Вильнюсе, мы, многие из нас, не увидели, на самом деле, очень важных вещей и в финальном коммунике, и во втором дне встречи с J7. А там написано достаточно четко, и потом это повторил и Салливан, и Байден, о том, что Украина будет в НАТО. Украина будет в НАТО. И тут вопрос сейчас обсуждается, как и когда. И поэтому меня точно не удивляют такие разговоры в Норвегии. Более того, на второй день в формате J7 государство J7, собственно, взяли на себя обязательства по финансированию и помощи в быстром реформировании нашего сектора безопасности и обороны, что, в общем-то, тоже говорит о заинтересованности наших партнеров. По большому счету, они деньгами показывают, что они готовы нас подтягивать к стандартам и принципам НАТО, и точно бы этого не делали, если бы нас не хотели видеть в Альянсе. Поэтому процесс точно идет. Процесс идет не только на уровне политического общения, но и фактической интеграции и сближении де-факто с НАТО. Егор, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Зрителям напомню, что на связи с нами был Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО. Продолжение следует...